Здравствуйте, уважаемые зрители! В Ульяновске идет 12-й международный фестиваль кино и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Михайловны Леонтьевой «От всей души». Его гостем стал известный актер театра, кино и дубляжа Вадим Юрьевич Андреев. Здравствуйте, Вадим Юрьевич! Здравствуйте! Вы приехали на кинофестиваль с группой продюсеров, как я знаю, да, фильма «Белый снег». Да. Вы какую роль там исполняете и вообще как снимали этот фильм в период пандемии, насколько это сложно было? Он же вышел в феврале 2021-го, этого года. Ну, там, да, у нас остановочка была. У меня роль здесь небольшая, я играю такого спортивного чиновника, карьериста, такого советских времен и перестроечных времен. Ну, как сказать, задача была, что касается моей роли, это какой-то внести все-таки гэговость какой-то. История драматическая, история, в общем, такая напряженная, спортивная драма по жанру. Надо было как-то это иногда какой-то элемент юмора вносить, и мой, в общем, незадачливый вот этот чиновник старались какую-то такую разрядочку. Человек не очень приятный, но... Но он свою роль сыграл. Да, ну я говорю, я с удовольствием, с большим удовольствием играл эту роль. Опять же, замечательный режиссер Николай Хамерики известный. У нас с ним вторая работа, я у него в Ледокове маленький эпизод играл. Ну, съемки очень тяжело проходили, вот эта вот весь история чемпионата мира в Тротхейме. Вот это вот мы снимали в Мурманской области. Две недели на стадионе, на морозе, на холоде по 12 часов. То есть мороз был настоящий. Да, да, ну естественно, как Мурманскую область. В март месяц, но там сугробы... Мы между сугробами проходили по городу Кировску высотой 2,5 метра. Это было экзотико. Да. Ну, была чудесная, очень хорошая актерская команда, очень хорошая. И девочки замечательные наши, которые лыжник сыграли. И Саша Устюгов, ну мы с ним не первый проект. В общем, хорошая, Володя Капустина. Замечательная была обстановка при всем при том. Но и главное, что нам... Вот мы только закончили снимать в Мурманской области, вылетели в Москву, и на следующий день объявили вот эту вот... Закрыли. Локдаун, когда все по домам. И у нас там еще оставались до съемки. Ну, вот три месяца ждали. Потом продолжили, коснулись нас пандемии. Ну, главный результат. Фильм получился, фильм замечательный. Мне кажется, фильм очень... Я, когда смотрел, как зритель, зная сюжет, снимаясь... Мы были на премьере с женой. Вот эти вот как раз моменты соревнований. Я знаю, чем кончится. Но все равно настолько заразительно, что ты сам переживаешь. Да, напряжение, да, такое. Ты, женак, ну скажи, скажи. Не скажу, не скажу. И сам, и сам, и сам, и самому интересно. Хотя знаешь, чем закончится, но все равно. Это замечательно. Этот фильм, это спортивная драма. О жизни и достижениях Елены Вяльби. Да. Лыжницы. А вот с Еленой Вяльби вы лично встречались? Да, она была в Мурманской области с нами на съемках. Потом она участвовала в написании сценария, поскольку... А, тоже, да. Она вносила какие-то там дополнения. Это абсолютно вот реальная история. Вот это ее жизнь. То, что с ней произошло, все реально. Поэтому тут никаких там авторских придумок и сочинений. Все вот как было. Чем, опять же, я считаю, ценно этот фильм. Биографический он получился, да? Абсолютно. Нет, мы с ней общались, я имел счастье с ней общаться. Неоднократно. Чудная, чудесная, любящая жизнь, оптимистка. Очень славная. Я слышала, что внучка там снималась. Внучка ее играла маленькую. Она ее брала в детстве. Но при этом она... Там же интересный был момент. У нее тут одна из главных ролей. Она прекрасно сыграла. И там спрашивали наши там продюсеры. Говорят, ну что, теперь в артистки пойдешь? Она говорит, нет, я буду лыжности, как бабушка. Надо же. То есть она... Она хочет все-таки свою жизнь связать со спортом. Ну, а тренирует, наверное, бабушка ее. Думаю, да. Да, думаю, участвует. Такая... Нет, она очень активная, она потрясающая, потрясающая. Вот опять же, момент, приятный дополнительный бонус участия в этой картине. То, что пообщаться с великой спортсменкой. Да, 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 где еще такой будет? Да. Можно сказать, что это фильм для семейного просмотра? Абсолютно. И потом... Я знаю, что, ну, там старшее поколение, понятно, но я думаю, что и молодежь, особенно те, кто как-то занимается там спортом, это очень такой хорошая мотивация, посмотрев этот фильм. Хорошая мотивация для каких-то занятий и спортом, и вообще отношению к жизни. Жизнь непростая штука, она сложная, она не всегда гладенькая. Она... Бывают моменты падений каких-то, и все. Главное, не предаваться отчаянию и побеждать какие-то ситуации. Так что вот об этом тоже фильм. Конечно, он семейный фильм абсолютно. Сейчас у нас много снимают фильмов для семейного просмотра? Вообще, что значит фильм для семейного просмотра, с вашей точки зрения? Ой, да я не знаю. Я надеюсь, что снимают. Я как-то не очень слежу, честно говоря. Вы не участвуете в ней? Я в них не учащую в ней. Но мне нравится, что все равно в любом случае, при всей сейчас коммерциализации кинематографа, что все-таки я очень не приветствую. Я поклонник каких-то старых фильмов голливудских, потому что где были истории человеческих отношений, где был интерес смотреть на актеров. Сейчас, когда смотришь их фильмы, которые... Это уже не фильм, это какая-то компьютерная игра. Там нет актеров, там есть какие-то спецэффекты, и на этом все зациклено. Ну, это меня никак не трогает, и мне это неинтересно. Я не вижу там людей, я не вижу там личностей. И когда наши тоже пошли по этому пути и вот начали снимать вот это вот тоже... Это имеет право быть, но зацикливаться только на этом, это неправильно. Все-таки кино, оно должно брать за душу. Мне интересно, когда интересные актерские работы, интересные человеческие отношения. За этим следить интересно. Когда это аттракцион какой-то... Ну вот и слава богу, у нас такие фильмы снимаются, слава богу. Но вы признанный мастер дубляжа, то есть вы озвучили... Да я тебе 8 лет не занимаюсь. А, уже... Я 8 лет. Уже все отказались. Я от этого занятия устал, я этим перезанимался все время. Но там надо было, наверное, все-таки вживаться в эту роль. Как же так? Там вживаться ничего не надо, вообще вживаться никуда не надо. Если ты будешь вживаться, вживаются студенты первого-второго курса театрального института. Вот они там себя накачивают, они из себя там душу рвут. И если они не перестают этим заниматься, это плохая... Значит, непрофессиональные люди просто. Значит, они ремеслом не обладели. Это мое мнение. Есть система Станиславского. Я в предлагаемых обстоятельствах. Но душу затрачивать не надо. Если ты будешь там 20 раз в месяц выходить в роли Гамлета или Магбета и рвать по-настоящему такую душу, то... Надолго не хватит, да. Сойдешь с ума или умрешь от инфаркта. Поэтому это ремесло. А уж дубляж, тем более, это очень неблагодарное дело. Это, в общем... Это, как сказать... Попытка повторить, передать голосом то, что было сыграно хорошими актерами. Не испортить. И когда там, ну там, я ушел из этого дела... Есть прекрасные ребята, которые замечают эту работу. А есть люди, которые... Самое страшное в дубляже, когда начинают самоутверждаться. Когда я на звучании сделаю лучше, чем там сыграл Брюс Виллис или Джек Диккельс. Да не сыграешь ты лучше, ты повтори. Тогда будет успех. Нам было приятно, например, что когда этот Шрек наш... Ага. Нам с Лешей Колганом, который Шрека озвучил, я озвучил Ослика. Нам было приятно получить... И нас же Голливуд утверждал всегда на все эти... На звезд своих. У нас был факт с Голливуда, что наша адаптация лучше, чем оригинал. Нам было приятно. Наши Ослика, наш Шрек лучше сделали, чем Эдди Мерфи и Ослика. Там этот актер замечательный. Вадим Юрьевич, вы очень узнаваемый актер. Вам, наверное, постоянно предлагают какие-то роли в театре, в фильме, в сериале. Не постоянно. Не постоянно. Нет, это заблуждение. Я вот уже три года на пенсии. Пенсия прекрасная, 17 тысяч 400 рублей. Нет, ты знаешь, я не работаю. Я работаю, но у меня... Я философски отношусь. Я могу там два-три месяца работать почти без выходных, потом месяц четыре быть невостребованным абсолютно. Я сейчас закончил два проекта. В парте апреля очень активно снимался. Сейчас есть какие-то переговоры, есть какие-то предложения. Хожу на кастинги и не всегда утверждают. То есть вы тоже ходите на кастинги? Все ходят. У нас есть там каста суперзвезд, к которым я не отношусь. Это там Безруков, Машков, Женя Миронов. Они, да, они не кастингуются. Хабенский. Все остальные даже очень-очень известные актеры, как миленькие, ходят на кастинги. Ну, это, как правило, требования канала, если это телеканалы. Ну, это нормально. Кстати, в Голливуде тоже их суперзвезды. За редким исключением, когда там пишутся на какого-то там актера, что бывает редко. А так тоже кастингуются. Те же и Джулия Робертс и все прочие. Ходят на кастинге. Ничего, нормально. И когда не утверждает, когда молодой там, когда унываешь, ой, не утвердили, ну, потом понимаешь, что, господи, уже жизнь большая прожит. Так вспоминаешь иногда. Какой-то там прислали сценарий, сумасшедшая роль, там все, хочешь, кастинг, все, не утвердили, переживаешь. Потом выходит это на экран, думаешь, вот Господь уберег. Как же можно было из этого сценария такую дрянь снять. Так все, все нормально. И потом, мы уже с женой, сколько, 43 года. Я когда активно работаю, денежку заработаю, у нас есть тот самый подушечка безопасности. У нас, как бы, мы сейчас, слава богу, ни кредитов, ни ипотек, ничего нету. Живем в деревне. В деревне? Да, мы в деревне живем. В Подмосковье, что ли? Да, в Подмосковье. 50 км в Подмосковье. Именно деревня, не коттеджный, а поселок, деревня. Ну, это чудесно. Ну, не утвердили. Ну, хорошо, сел на велосипед зимой, гуляешь по деревню, валим, конечно. Там подушечка начинает чего-то так вскудеть. Обязательно кто-нибудь позвонит, что-нибудь снимешь. И опять, по-моему, что там шут. Уже так фанатизма нету, и слава богу, вот эти там... А вы сказали, вот два проекта сняли. Какие? Ну, один из них, это очередной «Мосгаз», очередной расследовательный. Мы уже с Андрюшей Смоляковым шутим, что через 20 лет будем на этих колясках инвалидных петь. Эй, Черкасов, ты... Да, это еще шаблин. Ну, нормально, слава богу, это и есть. Ну, и балаболок сейчас начинается, очередной сезон. В июне, наверное, начнется. И в марте очень хорошая была, мы в Твери снимали, очень хорошая четырехсерийная история для канала «Россия». Ну, такая не мелодрама обычная, а такая с элементами комедии, очень такая трогательная история. Мы там главные роли играли с Леной, господи, Валюшкиной, мужа и жену мы играли, таких уже немолодых. Их очень много там всяких приключений, комедийных, очень такая немножечко ассоциация даже с любовью и голубью такая. На экраны, наверное, в следующем году будет, да? Я думаю, в следующем сезоне, да, сейчас ее монтируют. Но я надеюсь, что срастется, потому что очень хороший сценарий и хороший актерский состав подобрался там. И молодые там время очень хорошие актеры. Артем Осипов, моего сына, играл. Юра Орлов там замечательный. Очень хороший, я думаю, надеюсь, не испортят там монтажом и всем прочим наше старание. У вас очень много ролей, но, наверное, есть те, которые вам дороги. Вот какие? Ну, я очень люблю, очень люблю кадетство. И вообще сам проект, причем мне он нравился именно за то, что, и мне нравится, что я рад, что он до сих пор, вроде уж, сколько уж, 14 лет прошло. Ну, да, и молодежь смотрят и пересматривают. И он был такой вот, то, что ассоциируется у меня с советским кино. Вот заряд вот этого позитива, заряд доброты какой-то, юмора хорошего. Вот это мне нравится. Разведчики, война, после войны мне нравится. Там я отрицательную роль бандита, артиста. Замечательно было, над чем поработать. Ну, есть какие-то, есть, есть, есть. А, вот, очень мне нравился вообще сам проект. Недавно, прошел 5 лет он лежал, мы уже не чаяли, что он выйдет когда-нибудь. Небеса подождут замечательно, по России прошел. Саша Робок там, Саша Урсуляк, Толик вот блестящий. Да, там вообще все. Очень хороший проект, такой мистический, необычный. Ну, вот так вот, как-то так. Вы участник кинофестиваля. Да. Имени Валентина Михайловна Леонтьева. А вы были знакомы с ней, кстати? Я с ней был знаком, Лима Кувальна, мы общались, там, может быть, минут 15. Мой однокурсник такой был, господи, Виктор Жданов. Он был сыном главного редактора центрального телевидения, того еще советского, 70-е годы. Стелла Ивановна Ждановой. Они очень дружили как раз... С Валентиной Михайловной. С Леонтьевой. И он, поскольку все-таки такая была номенклатурная должность, он очень любил нас приглашать, репетировать мой сокурсник к себе домой. Тогда и в элитный дом, там, на Рдыке. И вот мы несколько раз приезжали, причем нас там вкусно кормили, нищих, бедных студентов. И несколько раз вот я встречался там с Леонтьевой, который приезжал к Стелле Ивановне. И так вот общались, там, чаи пили, там, с дефицитными конфетами. И у нас чудесная была, чудная, чудная. То есть, какая на экране, вот, да? Да, да. Нет, она была, нет, она могла быть и резкой. Она могла быть такая, она не то, что прям спокойной ночи, малыши. Она могла быть очень и жесткой, когда надо, и все. Но, в принципе, конечно, очень позитивная, очень. Не даром уж помнит, сколько лет прошло. Да. Все равно помнит, любит. То есть, она, это личность, личность была большая. А вот к кинофестивалю идет второй день. Вы уже успели что-то посмотреть, может, какие-то показатели? Нет, ничего, вчера было открытие. Да. Вот, как-то такое все сумбурно, очень много всяких мероприятий было. Вот, а и сегодня вот наши... Да. А я сегодня влетаю всем. Не успеете, да, посмотреть. Дела в Москве. Вот зато вручили ленинскую кепку. Верной дорогой идете, товарищи. Товарищи. Спасибо. Ну, о чем надо, мне предупреждать, свершилось. Мы не должны бояться человека соужьем. Вы Ильича не играли. Нет, Ильича не играл. Нет, у кого я Ильича. Но зато... Я уже и по возрасту не могу его играть. Он уже... Спасибо. На здоровье. Спасибо большое. Спасибо. Успехов вам, удачи. И как можно больше хороших ролей, чтобы мы еще порадовались. По здоровью, по силам. Да, ну, здоровья крепкого это обязательно. Спасибо большое. До свидания.